Я понимаю, почему ты сделал. Человек последние 10 лет занимался пристальным изучением российской истории. И фактически с тех пор, как умер Махатма Ганди, главным собеседником были, наверное, Петр Первый, Иосиф Фессарионович Сталин. Человек вел разговор с историческими фигурами и думал, а я среди них, вот какое место получу. Но у тебя уже есть все деньги страны. Тебе принадлежит через аватаров, через подставных лиц, все телевидение, физически принадлежит просто. Ты являешься собственником. Все радио, дороги платные, газ, нефть. У тебя все деньги мира, в принципе, есть. Ты самый богатый человек, наверное, на земле, скорее всего. Если не брать там саудовскую, королевскую семью, но их там немного, поэтому в расчете на каждого приходится не так много. Значит, у тебя есть вся абсолютная власть внутри страны. Все, что ты мог достичь, ты достиг, а у тебя еще лет 10-15 впереди осталось. Но ты о чем думаешь в этот момент? Как тебя запомнить потомки? С чем будет ассоциироваться твое правление? То есть войти в историю, грубо говоря. Войти в историю. И все? С моей точки зрения, это личная корыстная мотивация. Дальше это можно оправдывать тем, что ты заботишься о судьбах России, что американцы планируют удушить, ослабить, расчленить твою родную страну. Но ты же осуществляешь действия, результатом которых становится сплочение альянса НАТО. Вхождение, видимо, предстоящего в НАТО тех стран, которые не собирались это делать и имели нейтральный статус. Возвращение Соединенных Штатов в Европу, триумфальное и востребованное самими европейцами. Удушающие экономические санкции. И действительно, вот это та самая русофобия, которую ты, значит, заклинал-заклинал, и вот она откуда-то начала, по крайней мере, на политическом уровне из преисподней выкристаллизовываться. То есть ты вроде бы как собирался страну укрепить, а фактически ты ее ослабляешь, ты хотел ее, в общем, сдержать от распада, а фактически ты делаешь ее распад, видимо, в течение каких-то ближайших 20-30 лет. Это, к сожалению, если неизбежным, то гораздо более вероятным. Ты озлобляешь и сплачиваешь против себя весь вообще мир, за исключением каких-то людей, которые там надеются поживиться по дешевке нашими природными ресурсами. Но это ужасно, это ужасно то, что происходит. И ты лишаешь будущего, мало того, что делаешь, творишь безусловное зло и несправедливость относительно народа, который являлся вообще соучредителем всей этой нашей. Империи и абсолютно до Крыма был для нас настоящим братским народом. Теперь, разумеется, уже этого нет и никогда не будет. Ты лишаешь еще, помимо всего этого, будущего целое поколение или два поколения людей в твоей собственной родной стране.